Мед полезен для здоровья, он нормализует работу многих внутренних органов, улучшает состав крови, повышает иммунитет, является мощным источником энергии, предохраняет организм от преждевременного старения. Однако для достижения желаемого результата очень важно знать, какой мед употреблять. Всего насчитывается более 60 видов меда. У каждого вида меда есть свой цвет, своя консистенция, характерные особенности. На этой неделе у жителей и гостей Черкеска есть возможность насладиться вкусом натурального меда из всех уголков страны, от Кубани до Дальнего Востока, который выставлен в центре города, вблизи от пересечения улиц Ленина и Первомайской. Обожаю. Любите не то слово, это раз. Постоянно жду, когда эта ярмарка наконец-то приедет. Вот всегда консультируюсь у девочек по поводу меда. Мой ребенок, например, любит вот белый, хиноцею, да. Ну, во-первых, за его качество полезное, во-вторых, за его вкус, ну, наверное, просто за то, что он мед, наверное, поэтому. А сегодня какой вы приобрели? Вот мы приобрели, опять-таки, нашу любимую хиноцею и цветочный майский. 12 выставочных палаток, помимо многочисленных сортов меда, представляют и другую пчелопродукцию. Маточное молочко, пергу, бальзамы на основе меда, прополис и пчелиную пыльцу. На прилавки мед попадают от самих производителей пчеловодов, большинство из которых занимаются этим ремеслом из поколения в поколение, с каждым разом совершенствуя процесс приготовления и улучшая вкусовые качества. Мы приехали сами с Алтая, вот, горно-алтай, мы представляем именно Алтайский край, у нас есть и горный, и таежный меда. Вот, также на ярмарке есть Башкирия, Абхазия, есть Дальний Восток, этот, Биск, в общем, этот самый, с разных регионов. Это всероссийская ярмарка меда. Мед на ярмарке можно попробовать перед покупкой. Для этого используются маленькие одноразовые пластиковые палочки. Удивляет разнообразие сортов меда. Почти у каждого продавца есть на выбор от 5 до 15 видов. Помимо известных сортов, гречишного, липового, донникового, испорцетового, подсолнечникового меда, можно купить мед с акации, клевера, кориандра, кипрея, клена. Мед может быть. Очень многих мучает вопрос, почему бывает ли вообще мед светлый. На самом деле, в природе существует свыше 20 сортов белых медоносов. У нас преимущество вот на Алтае, Башкирии, Дальний Восток больше светлых медоносов. Поэтому, как бы, вот, средняя полоса здесь на Кавказе, очень многие люди не верят, что бывает вообще белый мед. Далеко не нужно ходить, вот есть, как и везде, такое растение рапс. Это пассивная культура. С него, если собрать мед, откачать, закристаллизуется, будет бледно-серого-белого цвета. Фестиваль меда будет проходить до конца недели, а организаторы, в свою очередь, обещают и в следующем году посетить нашу республику. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.